В этот раз оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан обошлось без премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрея Назарова. Не знаю, почему так получилось, но в этот раз Радий Фаритович принял удар на себя. Надо сказать, что далось ему это совещание непросто. Хабиров был отчаянно болен. Непонятно, что за природа этого заболевания. Может быть, конечно, его заразил и Владимир Путин, потому что мы знаем, что все, кто встречаются с Путиным, проходят карантин. Но проходит ли карантин сам Путин? Это нам доподлинно неизвестно. Отметив походя 25% рост строительства жилья в Республике Башкортостан, загадочный и необъяснимый, Хабиров перешел к главному вопросу совещания к пожарам. На экран вывели троих из Ларца. Загорел их лицом идентично главу Хайбуллинского района господина Шарипова, Фарита Гумирова и какого-то полковника МЧС. И заставили их признаться в том, что в Башкирии с пожарами все прекрасно, замечательно, все под контролем, все тушится, все хорошо, средств и сил достаточно. Все трое отводили глаза, но все-таки пришлось им это дело все вымолвить. Хабиров резюмировал ситуацию следующим образом. Дословно цитирую. Ситуация сложная в последние дни, но не такая трагическая. Очень много молодая гвардия помогает. Конец цитаты. Ну, если уж молодая гвардия взялась тушить пожары, понятное дело, что, как говорится, родина в абсолютной безопасности. Мы знаем, что это молодежное крыло партии «Единая Россия» способно справиться с любыми задачами, и уж лесные пожары им совершенно нипочем. Я бы предложил формировать десанты из молодой гвардии, набирая эти десанты по всей стране, и забрасывать их напрямую в якутские леса. Пускай они там, как говорится, тушат и помогают. Ну, в общем, Хабиров полагается вот на эту последнюю надежду. Для него молодая гвардия решит все проблемы. Так или иначе, практически вся оперативка крутилась вокруг проблемы пожаров, ненадолго отвлекшись на незначительные вещи, как то COVID-19 и прочие мелочи, все равно возвращались к пожарам. Однако Хабиров поделился и своими результатами встречи с Владимиром Путиным, но никак он не мог об этом не говорить. Однако, рассказывая про Путина, дорогой Ради Фаритович почему-то все время говорил о себе. В частности, он рассказал о том, как героически он попросил Путина о трех вещах, и добрый царь, конечно же, не отказал. В частности, Хабиров попросил Путина поддержать новый образовательный центр, который в воображении Хабирова уже существует в Башкирии. Напомню, что на недавнем авиасалоне МАКС-2021 Хабиров бегал кругами, подбегал к всевозможным важным директорам важных предприятий и рассказывал, что у нас в Уфе уже существует вот этот новый образовательный центр международного уровня, как он выражается. Ну, собственно, научная общественность слегка так недоумевает, о чем говорит Ради Фаритович. У нас как было два вуза, которые они там формально в сознании Сидякина слили, так и осталось. Но Хабиров уже это претендует как существующее какое-то объединение. Ну, в общем, вот это первое, что попросил он у Путина. Второе, он попросил поддержать карбоновый полигон. Мы об этом поговорим чуть позже. А также третье, что самое главное сделал Хабиров, это попросил дать денег 450-летию города Уфы. Дело в том, что на этот великий праздник федеральный центр не откликнулся сочувствием и денег не дал. А у местных чиновников уже разыгралась фантазия, аппетит, уже произошло слюноотделение. Вот они уже поняли, какие деньги начнут пилить, а денег, оказывается, нет. Ну, в общем, Хабиров убедил благорасположенного, благодушного деда в том, что нужно дать сколько-то там миллиардов на то, чтобы построить что-нибудь красивое и полезное в Уфе к юбилею. И Путин согласился придать федеральное значение вот этой дате в 450 лет города Уфе. Завершая вступительную часть оперативного совещания, Хабиров грозно обвел глазами зал и напомнил, что буквально завтра начинается международное мировое первенство по борьбе среди юниоров в Уфе. Владимир Владимирович Путин вспомнил о том, что это будет проходить в Уфе, и теперь мы просто обязаны провести это все дело на самом высочайшем уровне. А в гости к нам приедет 55 участников из 55 стран мира. Ну, в общем, ужас-ужас, как говорится, не было несчастья, да вот фольклориада повторяется. Собственно, вот это вот мероприятие по борьбе, которое, слава богу, пройдет в закрытом режиме где-нибудь там на какой-нибудь Уфо-арене, наверное, не будет иметь такого же пагубного воздействия на здоровье жителей Башкортостана, как это было с фольклориадой, но, тем не менее, конечно, здоровья нам точно не прибавят. Доклад о ситуации с COVID-19 заболевших в республике, по его мнению, 50 612 человек. Ежедневно заболевает сейчас рекордное количество свыше 250 человек в день. Это рекорд за все время пандемии. Забелин упорно молчит о смертности, но только за вчерашний день, имеется в виду за день предшествующей оперативки, в Уфе и в Башкирии умерло 8 человек от COVID-19. И это только от COVID-19, который был точно признан нашим Минздравом. А мы знаем, что Минздрав не всякий COVID ковидом признает. И всего в Башкирии умерло за это время более 800 человек. Опять же, это признанные смерти от COVID-19. Также Забелин сообщил нам о том, что первым компонентом привито практически уже миллион человек. 998 тысяч. Вторым компонентом привито 777 тысяч человек. И, собственно, Забелин полагает, что он приближается к миллиону привитых. Мы не знаем, так это не так. Хотя бы исходя из того, что лично я и многие вокруг меня категорически вообще не доверяют тому, что говорит Максим Забелин. Далее Хабиров строго опросил Забелина, причем выглядело это очень театрально. Задал он вопрос, а есть ли умершие привитые в Башкирии? Забелин говорит, ну что вы, нет, конечно, привитые не умирают. Потом Хабиров зачем-то сказал, что нам необходимо вакцинировать 1 миллион 900 тысяч человек в Башкирии. И мы практически наполовину выполнили эту задачу, как он выразился, прошли экватор. Вот тут можно я отвлекусь, остановлюсь и напомню, что вообще-то задача стояла к 1 ноября привить 80% населения. Так ее сформулировал Владимир Путин. Однако в ходе вот этого приезда Путина, вот эта цифра 1 миллион 900 и миллион привитых прозвучали уже от Хабирова. Я не знаю, как они там вычисляют, каким образом они себе снижают задачу, когда понимают, что они ее не могут выполнить. Но вот теперь вот эти 80%, напомню, что в Башкирии живет 4 миллиона человек. Ну, несложно подсчитать, что 80% из них это 3 миллиона 200 тысяч. Ну, ладно, хорошо, давайте откинем там всяких немощных и тех, кому нельзя делать прививки и прочее, прочее, прочее. Но по-любому, даже откинув там детей до 18 лет, остается, ну, как минимум 2,5 миллиона. У Хабирова стало 1 миллион 900. Причем он абсолютно не объясняя и, судя по всему, не понимая, почему так случилось, просто ему нравится, что задание существенно снизилось, и он уже там перешел какой-то мифологический экватор. Ну, в общем, как бы там ни было, все вот так. А еще Максим Васильевич не рассказал нам о том, что ситуация со снабжением и обеспечением больных COVID-19 необходимыми медикаментами складывается не самым лучшим образом в Башкирии, и в этом я убедился на собственном примере. Вчера я общался с одной своей знакомой, и вот она заболела COVID-19, и обратившись в Демскую 47-ю поликлинику за теми медикаментами, которые положено принимать амбулаторно, ну, как это звучало раньше из уст Максима Васильевича, она выяснила, что ничего ей там не положено, ничего ей не дадут. Ее отправили гулять свободно в открытое пространство, искать себе эти медикаменты и самостоятельно их приобретать, употреблять, там, ну, в общем, лечитесь сами, как хотите. Начнете умирать, звоните. Вот примерно так выглядит помощь амбулаторно для больных в Башкирии. Об этом, конечно же, Забелин нам не рассказал. Вторым штатным вопросом, как обычно, был вопрос о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Первым на арену был выпущен господин Морзаев, который сообщил, что у него за отчетный период было всего три незначительных отключения ресурсов, как он выразился. А в Кикмагуше 22 здания и сооружения потеряли крыши в результате урагана. Почему-то Морзаев не сообщил о том, что то же самое случилось и в Булгакова. Про отключение я вообще молчу. И, вы знаете, у меня появилось ощущение того, что Морзаев на самом деле не в курсе. Вот мы его каждый раз поминаем, каждый раз говорим о том, что он несет какую-то милую, абсолютно несоответствующую действительности чушь. Ну, вот про отключение, про ситуацию в ЖКХ. И вдруг я себя словил на мысли, а может быть он просто не в курсах вообще. Может просто ему не рассказывают, что там происходит. Сам-то он съездит с Сипаилова, бабушку обнимет и зашибись ему становится. Ну, как бы здорово, весело пофоткается там, ну, как бы вот. И выложит это все в Фейсбуке и все нормально. А он просто, может, не знает о том, что происходит. Может быть он не знает о том, что на Дуванском бульваре дом номер 30 уже давным-давно воды нету. А некоторое время не было вообще никакой воды, несколько суток. Не то, что 8 часов, как он отчитывается. Вот жители этого несчастного дома по Дуванскому бульвару номер 30 мне об этом сообщили вчера, видимо, выслушав вот эту илейную болтовню господина Морзаева. Вот ведь какое у меня предположение постигло. Мы тут его ругаем, думаем, что он злодей. А может он просто человек неосведомленный. Может быть ему надо рассказывать побольше. Может быть надо его отвлекать от этих вот историй, как выразился Хабиров там, с развязыванием финансовых узелков. А то этот мастер финансовых узелков, видимо, так увлекся финансами, что не занимается жилищно-коммунальным хозяйством. Надо его посадить и рассказать ему. Ну, в смысле, не так посадить, как мы все хотим, а просто на стульчик. Ну, в общем, вот такое у меня предположение. Либо просто действительно он злодей. То есть тут два варианта. Или не в курсе, или злодей. Ну, будем надеяться, что он просто не в курсе. После Морзаева выпустили привычно уже мистера Битума, министра транспорта и дорожного строительства Булушева Александра Владимировича, который, впрочем, в последнее время нам вообще ничего не рассказывает про дорожное строительство. Как будто у нас нет улицы Комсомольской, лежащей в руинах. Как будто у нас появилась долгожданная разметка на дорогах. Вот 100 500 уже вопросов мне задали на стрим, когда у нас будет разметка. Вот Александру Владимировичу задайте этот вопрос. Когда у нас будет разметка в городах и селах Республики Башкортостан? Судя по всему, не в этом году. Ну, Булушев там рассказал, что все хуже и хуже дела обстоят у него с смертностью на дорогах. Уже 250 человек погибло в ДТП в Башкирии. Напомню, что план по Башкирии в этом году 400 и точно он не будет выполнен. Далее Булушев, чтобы два раза не вставать, рассказал о своих успехах взаимодействия с РЖД. Не буду останавливаться детально на этом вопросе. Отмечу только один момент. Рост пассажиропотока при всех титанических усилиях господина Булушева составил всего 6% по отношению к 2020 году, в котором вообще никакого пассажиропотока не было. Помните, да, 2020 год, когда все было закрыто и перекрыто. Кроме всего прочего, из доклада господина Булушева выясняется, что Радий Фаритович обманул Путина не единожды на этой встрече в Абзелиловском районе. Не только подсадных девушек он организовал в виде работниц этого завода. Оказывается, он умудрился еще обмануть Путина с нашими железнодорожными перевозками. Путин много раз и очень довольно упомянул о том, что по Башкирии, дескать, ездит «Ласточка», которая там быстро и быстро всех возит в Белорецк и обратно. Оказывается, из доклада Булушева стало понятно, что «Ласточка» это никакая туда не ходит, в Белорецк, а ходить может быть и начнет с 2022 года. То ли Путин перепутал «Орлан» с «Ласточкой», то ли Хабиров не стал с ним спорить, то ли Хабиров его все-таки ввел в заблуждение, потому что во время разговора в Обделиловском районе, когда Путин упоминал эту «Ласточку» несколько раз, Хабиров довольно кивал. Да-да, конечно, «Ласточка». Да нет никакой «Ласточки», не ездит она пока ни в какой Белорецк. В общем, Булушев вольно или невольно сдал начальство и раскрыл еще обман, второй обман главнокомандующего, который случился на Башкирской земле. В завершение оперативного совещания подняли вопрос о ходе внедрения платформы обратной связи. И чтобы разъяснить этот вопрос, выпустили на арену цирка двух, на мой взгляд, самых ненужных участников вообще нашего правительства и управления республикой. Я имею в виду вот этого монтажника печатных плат, который притворяется министром цифрового развития Геннадия Валентиновича Разумикина, одного из последних осколков команды Мурзагулова, которого удалось протащить в правительство и которому создали вот это министерство только для того, чтобы что-то там имитировать. Геннадий Валентинович поведал нам о том, что он реализует федеральную программу по обратной связи с населением, что у него существует единое цифровое окно общения населения с властью, что подключены все муниципалитеты и все органы госвласти. И всего за 7 месяцев 2021 года он обработал аж целых 73 тысячи сообщений. Чтобы понять эффективность и нужность вообще Геннадия Валентиновича, надо отметить, что только один колл-центр госпожи Утяшевой, который работает на одну узкую тему по COVID-19, за это же время обработал более 170 тысяч сообщений. То есть целое министерство вот этого Разумикина, которое автоматически реализует ту программу, которая и так реализуется федерально и устанавливается нам из федерального центра, вот он сделал примерно половину от того, что сделал малочисленный колл-центр госпожи Утяшевой. Вот, собственно, критерий эффективности. Завершая свой пустопорожний доклад, господин Разумикин жалобно вскрикнул, что он хочет напомнить гражданам о существовании этого сервиса. Но действительно, пора бы напомнить гражданам о существовании этого сервиса, потому что мы не то, что об этом не знаем, мы вообще начали забывать о существовании самого Разумикина и всех вот этих сервисов, потому что ведь невостребованность этого всего, в корне этой невостребованности, лежит вовсе не то, что люди не знают об этом, а то, что люди не верят в это. Получить красивую отписку в электронном виде малоутешительно для людей, у которых есть проблема. Люди обращаются, и Разумикин эффективно им обеспечивает быструю и качественную отписку от органов госвласти. Попробовав раз, люди больше не пользуются этими вещами. Иллюстрацией этого может быть служить то, что только за весь период существования Разумикина только 605 человек обратились к нему с вопросом о качестве дорожного покрытия. У нас только 605 человек во всей республике недовольны дорогами и качеством дорожного покрытия. Понимаете, да? Вот мы содержим вот это министерство, целого министра. Там у него джип, пиджак, подогрев сидений, кофе, чай секретарша Чернилов-Чернильницы и много-много других приятных плюшек. Очень качественно мы лечим Разумикина, качественно его возим, содержим его в тепле, платим очень приличную зарплату ему и его сотрудникам. И за это мы получаем 605 отписок на вопрос о качестве дорожного покрытия. Вот, собственно, качество и количество работы, выполненной господином Разумикиным. Чтобы поддержать и укрепить сознание начальства в необходимости Геннадия Валентиновича, на сцену и на арену была выпущена зачем-то Елена Анатольевна Прочаковская, которая должна была доложить на ту же тему какой-то доклад, но почему-то заговорила о пожарах. Накануне ее отправили туда, с микрофоном, туда, я имею в виду, где горит лес, чтобы она наснимала там бодрых докладов о том, что все хорошо. И Елена Анатольевна, женщина довольно примитивного сознания, заговорила о том, что ей близко и понятно, и то, что было с ней вчера. Заговорила о пожарах почему-то, хотя вообще-то докладывать должна была о электронной системе взаимосвязи населения и государства. В частности, Елена Анатольевна заявила сходу и сразу, паники нету, дословно, а у главы района пять раций. Не, ну это же понятно, если у главы района пять раций, то какая может быть, во-первых, паника, во-вторых, пожары, наверное, сами погаснут, тем более, что под боком молодая гвардия орудует в лесу. Елена Анатольевна со слезами в голосе рассказала, что ее тронуло до слез. Как очень трогательно отрабатывают женщины в тылу и кормят там всех. Я не знаю, на каких фронтах погибала Елена Анатольевна, но в тылу у нее женщины всех кормят. Далее Прочаковская сообщила нам, что в соцсетях много призывов о сборе денег на тушение пожаров. Никто никаких денег не собирает, строго отметила Прочаковская. Хабиров ее поддержал. Мы все профинансируем из бюджета, пообещал Радий Фаридович. Широка душа губернатора, однако, помятуя о том, как медленно вообще умеет организовывать Хабиров финансирование хоть чего-нибудь, у меня появляются сомнения в том, что вовремя и своевременно, самое главное, будут профинансированы мероприятия по экстренным нуждам тех, кто занимается тушением пожаров. Мы знаем, что там, где горит лес, не хватает наплечных ранцев, не хватает масок, не хватает одежды, много чего не хватает. Когда и с какой эффективностью проведет Хабиров торги на эту тему, конечно, совершенно непонятно. Прочаковская, конечно, опомнилась в конце и отчиталась о том, что она там чего-то, сколько-то сообщений обработала в этой системе обратной связи. Там 63 тысячи обращений по ковид, 3000 обращений по дорогам, 2000 по дворам, 1700 по выплату детям и 1300 обращений случилось с ней по благоустройству. Противореча самой себе, Прочаковская заявила, что обращений очень много. Вот у нее, как всегда, двойной стандарт. Когда ей нужно сказать, что в Багдаде все спокойно, она говорит, что вы, обращений почти нет, все нормально, все затихло. Когда ей нужно подтвердить собственную нужность, это вообще-то главная ее задача, то она начинает рассказывать о том, что она 100 тысяч 500 сообщений в минуту обрабатывает и что их очень много. Вот на эту деталь надо обратить внимание. Собственно, кому и зачем вообще нужна Прочаковская, наверное, знает только ради Хабиров, потому что, вероятнее всего, ему самому она нужна для успокоения души, потому что после того позора, который случился с Прочаковской на Максе 2021, я бы, конечно, задумался о ее вообще необходимости присутствия в окружении губернатора, однако эта мысль почему-то Хабирова в голову не приходит. В последнее время меня очень радуют наши подписчики и зрители. Стоило мне пару раз попросить подписываться на канал, ставить лайки, как все наладилось. Мы в одном из сюжетов предыдущей недели получили совершенно рекордное количество этих лайков. Напомню, они нужны нам не просто так, не для того, чтобы тешить свое самолюбие, а чтобы продвигать канал с вашей же помощью, потому что мы же знаем, что вы хотите нам помогать, а мы хотим вам делать качественное видео. Так что вот вместе вы нам ставите лайки, вы становитесь нашими спонсорами, вы расшариваете наше видео, а мы вам делаем хорошие полноценные выпуски и стараемся информировать вас обо всем, что происходит в нашей многострадальной республике. Несмотря на то, что фактически вся оперативка крутилась вокруг вопросов лесных пожаров в Башкирии, и несмотря на то, что всеми силами чиновники убеждали нас в том, что в Багдаде все спокойное, и пожары эти совершенно не катастрофичны, я позволю себе порассуждать на эту тему отдельно. По моему субъективному суждению и глубокому убеждению, власти Башкирии что-то не договаривают про эти пожары. Очевидно, что Хабиров опять опоздал среагировать на эту ситуацию, потому что он так долго и с радостью верил господину Гумерову, что пожаров в Башкирии нет. Пожаров в Башкирии нет. Все соседние области, регионы и районы полыхали, Челябинск, Оренбург, сверху Пермь, слева, значит, Удмуртия, в Башкирии пожаров нет. Ну, прямо аномальная зона какая-то, при той же жаре, при той же засухе пожаров нет. И вдруг бабахнуло. Почему я не верю данным наших властей? Потому что, например, они путаются все время в показаниях. Из разных источников, официальных источников, приходят разные данные. То 17, то 14, то 22 пожара, причем сообщения эти приходят практически одновременно. Из каждого района, где что-то горит, мне вчера написали, что действительно не хватает техники, не хватает людей, не хватает оснащения, не хватает элементарных вещей, начиная от масок и ранцев для тушения и кончая, простите, трусами. Одежды нет у МЧСовцев. И так далее, и так далее. Еще вопрос. Почему местные жители кормят сотрудников МЧС? Причем скидываются, собираются всеми деревнями, напрягают местных бизнесменов, заставляют привозить это все и прочее. У нас что, МЧС не обеспечивает питанием своих бойцов на задании и на операциях? Да никогда не поверю. Или генералы уже проели это все, все эти пайки где-то там у себя в закромах. Не знаю. Опять же, проблемы со связью. Прочаковский нам рассказывает, как героически глава района ходит с пятью рациями. Блин. Он бы еще с этой телеграфной переносной установкой ходил по своему району, выискивая возможность связаться с отрядами. Вы забыли? Вы не в курсе, что такое спутниковая связь? Вы не знаете, что такое специальная радиосвязь? Вы могли об этом подумать, понимая ландшафт и конфигурацию нашего региона? Нет. Опять петух клюнул, значит, задницу. Ну и вообще, появление Прочаковской в эфире говорит о серьезном кризисе ситуации. Как только у нас где-то появляется Прочаковская, это значит, здесь в очередной раз обделались. И не потому, что она там исправит, а потому, что она у них там последняя надежда побегает с микрофоном и, глядишь, рассосется. Не рассосется. Пожары, это вам не дождик четверг. Республика Башкорстан. Владимир Владимирович, почему вы страну, Турцию, тушите со всеми средствами, а сама Россия отгорит? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова